итак теперь давайте-ка разберемся с вами с инструментами для создания электронной музыки часто этот вопрос на первый взгляд достаточно простой вызывает много каких-то споров вопросов и недоразумений в основном конечно в кругу тех кто только начал осваивать написание электронной музыки поэтому давайте сразу все точки над и расставим чтобы все было понятно итак существует несколько категорий инструментов для создания электронной музыки это компьютер это digital audio workstation секвенсор так называемый мониторинг аудиокарта контроллер синтезатор сэмплер виртуальный синтезатор ромплер виртуальные эффекты сейчас пробежимся по отдельности по всем этим категориям итак компьютер для написания музыки подойдет мощный компьютер двух-трехлетней давности то есть вот выпущены за последнее время потому что те которые выпущены ну раньше то вы конечно можете на них делать музыку но у вас могут возникать периодически трудности в использовании каких-то современных виртуальных инструментов например которые дают очень широкие возможности то есть чем мощнее компьютер тем конечно же лучше потому что вот эти все современные замечательные какие-то виртуальные синтезатор и эффекты которые дают качественный звук они требуют высокую производительность я использую не такой уж и мощный по современным меркам компьютер это ноутбук macbook pro вот как на картинке нарисован 2007 года вот такой вот процессор оперативная память то есть у меня еще отдельно есть внешний синтезатор и за счет этого я какую-то нагрузку с компьютера чуть-чуть снимаю в принципе мне хватает но конечно же если поставить много виртуальных инструментов то это уже будет достаточно большая нагрузка и так дальше идем на digital audio workstation так называемый секвенсор это программа в которой непосредственно происходит редактирование аудио и мидии информации вот основная программа в которой вы будете работать то есть существует ряд профессиональных таких приложений которые подходят для создания электронной музыки это и болтон life которым я пользуюсь это logic pro cubase nuendo pro tools и так далее много их на самом деле существует это и так некоторые перечислил основные также эти программы называют хост программы то есть существует три до названия основных вот daw дав хост программа и секвенсор я выбрал программы built on life на мой взгляд для электронной музыки она очень хорошо подходит на самом деле создатели и и они больше я думаю что на электронную как раз музыку ориентировались достаточно такая передовая программа но в любом случае каждый выбирает то что ему удобно и помните что самое главное это музыка они программа в которой она была сделана потому что слушателю совершенно все равно с помощью какой программы делается эта композиция если она ему нравится то она ему нравится еще замечу то что постоянно среди новичков существует масса споров по поводу того как какая программа звучит что может быть надо поменять программу чтобы стал хороший звук и на самом деле конечно ну очень маленькая доля правды в этом есть но по большому счету если разобраться то суть этого спора немного в другом и решается спор по-другому лучше больше углубиться непосредственно в изучение создания музыки каких-то приемов совершенно различных о которых мы будем говорить в этом курсе и вообще на допустим в наших видео уроках и других курсах лучше в это углубиться и в принципе не париться по поводу программы если вы не выбрали еще для себя программу то вот можете я могу порекомендовать аблтон лайф выбираете у нас есть масса абсолютно материалов видео и статей по этой программе вы можете с ней легко начать разбираться но конечно же не сказать что сильная агитация можете выбирать любую другую программу и вообще любой прием сделанный в какой-либо программе он при наличии мозга и смекалки он другой программе как правило реализуется достаточно просто итак идем дальше плагины плагины это отдельно устанавливаемые программные модули подключаемые к основной программе то есть к секвенсору для расширения ее возможностей существуют различные форматы плагинов которые вы можете встретить эти названия у вас будут в ближайшее время на перед вами в ст ртас аудио юнит и так далее если вы на windows работаете это как правило в ст и директ x плагины если mac то это в ст аудио юнит собственно плагины это сейчас очень используемая ходовая деталь в процессе создания музыки потому что до того как стали появляться очень мощные компьютеры ну стали доступны в основном все происходило на внешних железных синтезаторах обработках а компьютер только служил как бы маршрутизатором для этого всего сейчас же многие перед все переносятся на компьютер как правило и существуют очень крутые плагины которые очень хорошо выполняют свои функции поэтому плагины это важный момент в компьютерной музыке особенно если вы делаете ставку на работу в основном на компьютере то есть без активного участия внешних устройств и так скачать они то есть если вы не совсем понимаете да то есть вы можете скачать какой-то плагин да какой-то фирмы например это будет виртуальный синтезатор да как с помощью которого будете получать звук определенный если у вас есть программа то есть секвенсор основной допустим ableton life в котором работа вы работаете устанавливаете плагин и потом в программе ableton life если вы правильно все сделали он у вас появляется и вы можете уже его использовать как инструмент то же самое с эффектами вот идем дальше аудио интерфейс для начала конечно же подойдет и встроенная в компьютер звуковая карта но для профессиональной работы это не самый лучший вариант по-быстрому объясню конечно дело тонкое но попробую объяснить быстро в общем то основная функция которую выполняет аудиокарта это преобразование аудио сигналов цифровой и обратно цифрового в аудио соответственно чем проще и дешевле аудиокарта а карты которые устанавливаются внутри компьютеров и ноутбуков они очень дешевые простые то есть они рассчитаны на то чтобы смотреть фильмы и играть в игры и слушать mp3 но для того чтобы вывести качественный сигнал из вашей аудиокарты то вам понадобится качественная аудиокарта соответственно чтобы ввести сигнал ваш компьютер например микрофон или оцифровать какой-то синтезатор или еще что-то там гитара любое устройство для этого нужна качественная аудиокарта ну цены на аудиокарты самые бюджетные такие полупрофессиональные аудиокарты внешние это от наверное 80-100 долларов и выше то есть далее идет где-то планка в 400-500 долларов вот у меня примерно такая карта вот Focusrite Sapphire на картинке вы видите уже новую модель этой карты у меня еще старая нет тут немного другая ну в общем то у меня этой же фирмы аудиокарта такая вот средне бюджетная и дальше уже идет карты от 800 долларов примерно это уже такие более профессиональные решения и соответственно более дорогие итак дальше мониторинг это важнейший элемент для создания электронной музыки и чтобы работать со звуком надо его слышать здесь не имеется в виду монитор от компьютера мониторингом в работе со звуком в этой деятельности называется по-народному говоря колонки звуковоспроизводящая аппаратура и мониторами считаются такие колонки которые наиболее правильно и правдиво воспроизводят звуковой спектр то есть бытовые какие-то устройства которые обычно дома у всех стоят от музыкальных центров там колонки и так далее компьютерные это мультимедийные устройства и они приукрашивают звук как правило то есть там в определенных спектрах частоты есть провалы где-то подъемы там баз допустим чуть-чуть по объемнее пытаются нарулить чтобы музыку было приятнее слушать чтобы больше продать таких комплектов аппаратуры высокочастотные какие-то тоже там подняты места и так далее а студийные мониторы для студийной работы они имеют чем лучше эти мониторы тем они более прямую характеристику имеют и они выдают наиболее честный звук то есть вы слышите тот звук который непосредственно выходит из вашей аудиокарты это позволяет сформировать такое звуковое пространство которое будет наиболее адекватно и правильно звучать на большинстве других звуковоспроизводящих устройств поэтому для полноценного написания электронной музыки мониторы являются одной из важнейших составляющих это даже я бы сказал на начальной стадии намного важнее чем аудиокарта какие-то там примочки дополнительные вот я сейчас использую мониторы маха msp5 и если вам бюджет не позволяет купить как бы хотя бы самые такие дешевые из хороших мониторов то лучше наверное какие-то все же самые-самые дешевые они сейчас такие есть приобрести они конечно будут похожи на мультимедийные как бы на мультимедийную аппаратуру но все же плюс использовать наушники для контроля некоторых мелочей наушники очень хорошо подходят но все же лучше немного поднакопить и купить более-менее нормальные мониторы это будет большой плюс для прогресса профессионального итак далее еще одна составляющая студий для создания электронной музыки это синтезаторы внешние мы сейчас говорим о внешних устройствах существуют аналоговые синтезаторы то есть полностью аналоговый синтезатор он не имеет в звукообразующем тракте цифровых каких-то устройств и такие вещи особо ценятся но их эксплуатация достаточно сложна потому что сами по себе они стоят недешево и для того чтобы их качественно записать в компьютер в этот секвенсор необходимы качественные аудиоинтерфейсы или конвертеры стоимость которых там превышает 800 долларов поэтому для начального уровня использовать аналоговые какие-то синтезаторы которые пытаться ну это достаточно тяжело будет существуют также внешние синтезаторы то есть виртуально аналоговые в этих синтезаторах уже для обсчета используются цифровые процессоры и соответственно это дает более широкие возможности по сравнению с аналоговыми устройствами то есть это более большее количество каких-то настроек эффектов возможности перепрошивки дополнения различных сохранений и так далее то есть более широкий спектр возможностей вот я как раз таким синтезатором пользуюсь и он хорошо звучит и снимает нагрузку с компьютера то есть мне не надо столько на компьютере запускать виртуальных синтезаторов таких синтезаторов сейчас много можете просто посмотреть по вот таким тегам в поисковике ради интереса часто они работают как по USB так и по MIDI имеют выходы различные цифровые там spdf и так далее это очень удобно все далее сэмплеры сэмплеры это плагины или же железные устройства которые сейчас реже используются или часть программы для работы с сэмплами то есть сэмплы это отдельно записанные какие-то короткие кусочки музыкальные есть целые сэмпл паки то есть например сэмплы барабанные вы наверное встречали то есть набор уже звуков с каких-то драм машин звуков синтезированных с помощью компьютера специально подготовленных для использования в сэмплерах и сэмплеры позволяют гибко работать с этими сэмплами я использую для работы сэмплами встроенный в Ableton drum rack сэмплер и сэмплер и иногда использую native instruments сэмплер контакт когда необходимо именно его встроенной библиотеке также есть такие устройства как ромплеры это тоже сэмплеры только уже вот с набитыми как бы библиотеками то есть например если вам нужен звук очень качественный звук живого фортепиано там гитары и так далее оркестра какого-то то вам надо поискать как раз ромплер где будет уже заранее записанные звуки этих инструментов и звучит это все очень реалистично то есть синтезировать пытаться звук фортепиано в принципе ну вряд ли возможно конечно можно получить что-то похожее но живой звук вы не получите с помощью ромплера можно получить запись как бы живого фортепиано и сыграть этой записью итак но все же инструменты первой необходимости я вас наверное немного напугал таким большим набором это все на самом деле не так уж и важно для просто для того чтобы начать писать электронную музыку достаточно иметь уши компьютер потом какой-то секвенсор например Ableton Live мониторинг любой какой-то хоть хотя бы наушники и аудиокарту хотя бы встроенную в ваш компьютер и надо заметить что также существует вариант создания электронной музыки без компьютера то есть только на базе железа это грувбоксы сэмплеры синтезаторы эффекты пульты модули различные это совершенно отдельная тема и в рамках этого курса она затрагиваться не будет ну что ж на этом все в следующих видео мы пойдем дальше уже подойдем к созданию композиции в санкции шутки я могу поменять это в банк и это это все в Субтитры подогнал «Симон»